В предыдущей серии Да я на Арифлейме заработал А ты откуда узнал вот такую информацию? Медленно поехать на 1, ну надо Надо скорее снять подкаст, потому что меня эта шина засунула в плохое настроение У них нету, которым не нужна шина Все, я дома Наш герой, после долгого и мучительного путешествия в практически необитаемые края Северной Калифорнии Вернулся домой с полностью надутыми шинами и почти полностью надутым духом Он готов взять на себя новые челленджи этой жизни И конечно же, это новое приключение начинается с продуктивного утра После тренировки куриных ножек он пошел на прогулку со своими сыновьями И насладился природой Южной Калифорнии Я устал импровизировать вот эти вот рекламы на ходу И у меня не было времени, потому что я в АПХах собирался что-то придумать Чаджи-пяти Поэтому я чаджи-пяти попросил написать нам рекламу Я их не читал, я сделал просто copy-paste в Google Doc, передай Марине И мы сейчас, мы в самый первый раз прочитаем их вместе Вот, я вижу, давай Марина, ты будешь первый голос, я буду второй голос для первой рекламы, хорошо? Да, поехали Эй, слышал, ты хочешь звучать как американец, когда разговариваешь на английском? Да, конечно, я мечтаю пить кофе в Нью-Йорке, словно настоящий нью-йоркер Тогда наш курс по произношению для тебя Мы превратим твою речь в такую американскую, что ты будешь звучать как голливудская звезда, пока говоришь о погоде Правда? Я смогу говорить так же, как Бэтмен? Не совсем, но ты будешь звучать как мужик в его костюме на Таймсквер Ого, это точно, я записываюсь, как я могу начать? Просто перейди по ссылке внизу, снизу и запишись на курс Вскоре ты будешь заказывать гамбургер в «Вкусные точки» настолько аутентично, что даже сам... Кто? Зачем ты меняешь сценарий? Чао Джипетти написал? Где заказывать гамбургер, Марина? Настолько аутентично, что даже сам Рональд Макдональд будет гордиться тобой Отлично, давай начнем, это американское приключение Получите специальную скидку для всех слушателей подкаста в промокоду PODCAST20 Это промокод PODCAST20, PODCAST20 Окей, у меня сейчас будет по Zoom speaking club для студентов курса от Intermediate до Advanced Поэтому... Начинаем Это была идеальная трансляция, потому что моя следующая вопроса для тебя Вообще, когда люди думают и говорят о скидке, люди говорят о количестве часа, о количестве, как Джен Ю говорила Но еще один важный аспект, это качество скидки скидки Как хорошо ты можешь спать и сохранить Я приехал на студию сессию, на студию сессию, на студию, на сессию Помогать знакомой артистке писать песню И я не опоздал, мне нужно быть здесь 8, я приехал в 7.55 Представляете, даже заранее, вот это прогресс просто Настоящий прогресс Это будет мой первый пас, давайте сделаем что-то еще ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Yeah, why won't you let me stay? How are you dealing with not being able to go there? Can you play my top line? No? Like what's wrong with me, right? Is that something you were thinking about? Well, I guess Am I not worthy of your love? Am I not worthy of your love? Am I not giving you enough? By the rocks that I got, I'm still, I'm still James. Do you know that song? No. Is she too young to know this one? Are we too old? Maybe. No. The problem, she's not the problem. I mean, I feel like the previous one, we just need to recut the last line. Are you comfortable singing like really obnoxiously high? What do you mean? I haven't come up with it yet. I'm just asking in advance. Am I being too late? Yeah, we'll make it really wet, and it's going to disappear on that last note. And it's going to disappear into reverb. You know what I mean? Okay, let's stick to the original plan. Don't worry. Original plan. Or like make it grow, crescendo. Yep. Yeah, it just conveys more emotion this way. What do you think if we slide? But what if we make it a slide? Yeah, that's right. I think we need to make it a little shorter. Hey, can we try a variation of this verse? Can we? Because the chorus is so long, we want to make it different. So, you know how you're like stretching out? Can we make it a little shorter? Am I not worthy of your love? You know what I mean? It's the least space for production stuff. Yeah, let's try it out. Yeah, let's try it out. Why do you love, 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 love? You know what I mean? А давайте мне что-то вас просить, кстати говоря. Я это называю crowdfunding мнений. Я решил, что я в этом, в следующем, в 2024 году не буду выпускать Playlist 3. У меня был, помните, Eagle Playlist 1 в 2022, в этом году в 2023 у меня был Broken Playlist 2. И, ну, Playlist 3, это эти мои альбомы, это трилогия будет. Вот, и я решил, что в 2024 году я не буду выпускать плейлист. Я выпущу его в 2025 году, третий плейлист и последний плейлист. Но, это значит, что в 2024 году я буду выпускать много-много-много синглов. И вопрос у меня к вам следующий. Я вам сейчас включу две демки, которые у меня есть. И я хочу, чтобы вы в комментариях проголосовали, какую из этих демок, они обе выйдут, естественно, но какую из этих демок сделать моим первым синглом в 2024 году. Вот, сейчас я вам включу первую. Обе эти демки, они примерно одинакового типажа и стилистики в плане, не стилистики, а настроения. То есть, они такие яркие и позитивные, и, ну, такие, знаете, вау. Поэтому, вот, первая демка называется Ice Americano. Я вам включу небольшой фрагмент, и вы дайте мне знать. Это номер один. Субтитры делал DimaTorzok А, все, хватит. Окей, это был номер один, сейчас будет номер два. И номер два называется... Пока что никак. Субтитры делал DimaTorzok Ну да, как я сказал, хочу вас попросить в комментариях, проголосуйте, какую из них выпустить первую. Демо номер один или демо номер два. Песня номер один или песня номер два. Все, спасибо за то, что вы пришли на мой TED-ток. Как я вам говорил в предыдущем блоге, рано утром я занимаюсь всякими глупостями. Это действительно единственный способ для меня прям ходить в зал, заниматься спортом, потому что, ну, иначе я не пойду. Я не могу себя наставить на среди дня, я не могу себя наставить вечером. Только рано утром, до того, как все мои вообще обязанности и ответственности, ну, вообще имеют право быть в моей голове. Я не могу себя наставить вечером, я не могу себя наставить вечером, но я не могу себя наставить вечером. Что, как старый дед, и вчера весь день я был как, ну, что может быть еще хуже, чем старый дед? Молодой дед? Молодой дед, хуже, чем старый дед. Это, в общем, было невесело, но угадайте, что? Ну, следующее воскресенье я снова буду играть 4 часа. Поэтому мне надо хорошо выспаться, приготовиться, намазать все колени и локти, черный путь, и играть. Я уже много лет, ну, практически не завтракаю вообще, но в те дни, когда я прихожу сюда в зал, я беру тут небольшой такой смури, знаете, как завтрак. И это мне позволяет, ну, действительно не есть, наверное, до часов 3-4 дня, я не голодный вообще. И это хорошо, потому что, ну, нет времени думать о еде с утра, потому что надо работать, снимать, зумзонки проводить, лайфстримы проводить. Нету времени даже думать о еде, поэтому это прям идеально. И мне кажется, я хожу в зал как раз-таки на, ну, так получается, что я хожу в зал на свои самые заметные дни, поэтому у меня много энергии, много времени, потому что я встаю рано. Ну, в общем, overall просто одни только бенефиц, и фабрикс, на самом деле, очень аккуратно. Все, пришло время ехать домой, выгуливать собак, кормить собак, душ и за работу. Как вы поняли, я снимал сейчас видео, и у нас сегодня идет тестирование пожарной тревоги, сигнализации в билдинге, и поэтому я много раз останавливался, чтобы она проиграла и начинал заново. Это видео получилось, ну, процесс записи этого видео получился длиннее, чем он должен был быть. Ну, ничего страшного, типа, нормально. Хэллоуин как бы закончился, но у меня до сих пор тут хэллоуин как бы. В бомжатнике моем. Ну, кстати, хэллоуин сегодня, на самом деле. Сегодня 31 октября. Он еще не закончился, он как раз-таки сегодня, поэтому ладно. И угадайте, что это значит? Это значит, что по традиционным американским традициям, это значит, что у нас в ноябре, конечно же, есть еще день благодарения, но всем пофиг, Рождество уже сейчас начнется везде. Начиная с завтрашнего дня во всех моллах, торговых центрах, во всех магазинах, везде будет Рождество, потому что Рождество это большой-большой коммерческий праздник в Америке, как вы знаете, если вы не первый раз на этом канале. И я, если честно, это просто обожаю. Я вот что-то есть в этом рождественском, коммерческом рождественском духе, где вот эта рождественская музыка здесь играет, все украшено, да, понятно, это делается, чтобы люди чувствовали это и покупали много чего, потому что это все-таки Америка, да, но даже для меня я могу ничего не покупать, но мне все равно приятно. И это все ваша точка зрения, как вы смотрите на определенные вещи. Ну, конечно, в этом мире есть такие вещи, типа как там войны, убийства и всякое такое, на что, ну, очень сложно посмотреть с позитивной точки зрения, но я не об этом вообще говорил. Я этот видос смонтирую быстренько, и мне нужно собираться, завтра я снова уезжаю с города, мне нужно запаковать с собой опять-таки всю подкастную аппаратуру, камеры, штативы, стойки, бла-бла-бла-бла-бла, а, конечно же, одежду, потому что у меня одну ночь не будет дома, и поехать купить что-ли шину на всякий случай. Я сейчас смеюсь, но на самом деле это не смешно вообще. Или поехать не на Тесле просто, не знаю, я еще пока не решил. Тесла, конечно, привлекательнее звучит, только из-за того, что автопилот номер один, номер два зарядится намного дешевле, чем залить полный бак бензина. Поэтому, не знаю, вы узнаете в следующем влоге, что я решил, и, да, мы с вами поедем это делать, да. Наш подкаст растет, развивается. Спасибо вам большое за вашу поддержку, что вы слушаете. Если вы не знаете, у нас есть подкаст, который называется «Границ. Нет». И нам там очень весело. Это действительно такой формат, в котором мы сильно проявляемся и раскрываемся очень сильно, и очень много личного рассказываем, и смеемся над всякими глупостями. Ну, то, чего мы особо не можем делать в других каких-то форматах. И вы узнаете нас немного с другой стороны, и для нас это прям очень-очень круто и очень-очень весело. И мы стараемся этот подкаст делать все лучше и лучше для вас, в плане визуала. Поэтому вы увидите все в следующем влоге. Поэтому ждите продолжения. Этот влог получился немножко скучный, не было столько экшена, потому что никакие шины я не порвал на этой неделе. Как бы все было довольно-таки плавно и хорошо, что для меня хорошо, для влога не очень, но не переживайте. Завтра рано утром мы уезжаем снова из города, практически в том же направлении. Поэтому вероятность, что шина снова порвется, намного выше, чем если бы я остался дома. Ну и вот, дорогие друзья, спасибо вам большое за просмотр, и мы увидимся с вами в следующем влоге. Как говорится, продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова